Героиня нашей сегодняшней программы родилась и выросла в Одинцово. Именно в этом городе она сделала свои первые шаги. Лариса Верболицкая, певица, педагог, она шаг за шагом поднимается вверх, добиваясь поставленных целей. Пять лет прошло после нашей последней встречи с Ларисой. За эти годы многое изменилось в жизни героини. Но неизменной осталась любовь к музыке и родной земле. На данный момент Лариса Верболицкая это сольный исполнитель. Я работаю с шоу-балетом, я работаю в акустическом дуэте с гитаристом. У меня есть своя студия, я принимаю участие в различных проектах, я пишу свои песни. Наконец-то я всю жизнь к этому шла. Мне всегда хотелось именно свой авторский материал. Я пишу и стихи, и музыку. Ну и потом мне помогают музыканты, профессионалы своего дела, все это доводить до ума и делать уже окончательный продукт. Также, безусловно, надо снимать клипы, чтобы порадовать своего слушателя. И это тоже происходит. Мне помогала команда профессионалов, которых я тоже пригласила для участия. Мы вместе придумали идею, и вот клип вышел, наконец-то. Потоки фраз. Воспоминания о том, что ушло. Столько воды утекло, ну и пусть, только с тобой я не ведаю грусть. Плакать не буду, клянусь. У любви сто границ, как нелегко перешагнуть, отправиться в этот долгий путь. У любви столько лиц, но лишь твое я знаю наизусть. Плакать не буду, как нелегко перешагнуть. Стало теперь все понятно без слов, в сердце моем поселилась любовь. И повторяю я вновь. У любви столько лиц, как нелегко перешагнуть, отправиться в этот долгий путь. У любви столько лиц, но лишь твое я знаю наизусть. Пусть много слов не для любви. У любви сто границ, как нелегко перешагнуть, отправиться в этот долгий путь. У любви столько лиц, но лишь твое я знаю наизусть. У любви столько лиц, но лишь твое я знаю наизусть. Недавно меня в интервью спросили, как ты бы сама охарактеризовала свою музыку, настроение своей музыки. Я описала бы ее двумя словами. Светлая грусть. То есть это не грусть и отчаяние, а именно какие-то приятные, нежные эмоции. Романтические. Романтичная музыка, однозначно. И хотелось бы, чтобы люди, которые слушали мои песни, чтобы они вдохновлялись моей музыкой. Может быть, им помогало бы это в жизни решить какие-то свои проблемы, сложные жизненные ситуации. Ну, либо просто насладиться музыкой, поверить в себя, идти дальше, любить. Любить жизнь, любить себя и своих близких. Мне кажется, это самое главное для каждого человека. Главной страстью Ларисы всегда была и остается музыка. Певица пишет стихи аранжировки, готовится к выпуску первый альбом, идет работа над видеоклипами. Свободного времени все меньше, но несмотря на это, наша героиня успевает все и преподавать в собственной вокальной студии. Работать в кампусе МГИМО и выступать в качестве ведущей на разных сценических площадках района. Долгое время работала в городе, мне очень все нравилось. Не было никаких отрицательных причин, почему бы я отсюда ушла. Я очень люблю наш город, я здесь родилась, выросла. Этот город дал мне все, наверное, чтобы я могла стать тем, кем являюсь на сегодняшний день. Хотелось попробовать, конечно, себя и в других проектах, в Москве в том числе. Я работала вместе с Максимом Дунаевским в его проекте, помощником продюсера, в мюзикле Алла и Паруса. Прекрасный был опыт. После этого я решила, меня пригласили снова работать в Винцово. Это МГИМО, наш одинцовский филиал. И теперь я работаю постоянно там. Работаю там уже несколько лет, около трех лет. Мне очень нравится. Да, у нас очень бурная деятельность. Но прижилась я давно, как я уже сказала, три года назад. Правда, поначалу я пришла, и вот как раз это был переходный период из АГУ, АГИ, по-разному называли мы наш вуз, да, Одинцовский, в МГИМО. И вот это становление потихонечку я прохожу вместе с филиалом. Действительно, это хороший уровень и большая возможность для студентов развиваться, учиться, быть в лидирующем вузе нашей страны. Я не могу сказать, что сильно чувствуются отличия от основного на Вернадском. Действительно, ребята реализуют себя и свои способности. Что касается меня, я воспитательный отдел, иными словами, организатор мероприятий. Непосредственно моя задача, в том числе, кроме организации всех мероприятий в вузе, это я курирую студенческие объединения, помогаю им выйти на какие-то площадки творческие, показать себя, подготовиться к этому. Ну и, в частности, я занимаюсь тем же вокалом. У меня есть небольшая вокальная студия, Иль Кантанты называется. Ну, я собираю студентов талантливых, мы репетируем, готовим какие-то ансамблевые произведения. Я им помогаю подготовить сольные выступления для концертов и периодически выезжаем на конкурс. Недавно девочка, вот могу похвастаться немного, заняла гран-при на конкурсе весна 45-го года на Нахатагово. Она, конечно, молодец, очень старалась и действительно выступила на высшем уровне. Но параллельно я, конечно же, долго к этому шла и решила все-таки создать свое дело. И сейчас я большую часть времени отдаю именно этому. В дальнейшем хочу заниматься именно этим полностью. Это моя студия, студия, творческая мастерская B-Major. Почему я решила этим заняться? Ну, повторюсь, мне всегда хотелось к этому прийти. Но все-таки для такой работы нужен какой-то жизненный опыт. Нужно уже осознать себя, понять, кто ты и прийти к этому. Вот мне кажется, то есть это не какое-то конкретное событие в моей жизни, а просто я почувствовала, что я пришла к этому. И так сами события сложились, встретились люди, которые сейчас в моей команде. И мы вместе организовали это дело. То есть я и Сергей Громов вот вдвоем организовали. Сначала это была только вокальная студия. Были еще небольшие поднаправления, но сейчас мы ими не занимаемся. В дальнейшем мы встретили преподавателя по гитаре Антона Жукова и Ивана Антохина, преподавателя по актерскому мастерству. И вот так вот три направления этих пошли дальше. И сейчас-то все уже успешно работает, слава богу. Я сейчас к этому пришла, прям на передачу, потому что действительно ведь получилось то, что я хотела. Я помню прекрасно, о чем я говорила здесь пять лет назад, что хотелось бы делать свои песни авторские, хотелось бы работать со своей шоу-группой, хотелось бы открыть свою вокальную студию. Я не говорю громкого слова «вокальная школа», потому что это, конечно, подразумевает именно, что я учу какой-то особой методике. Я в процессе этого, все-таки я молодой специалист, и все впереди. Но на данный момент это вокальная студия с лучшими методиками, которые на данный момент изобрели в вокальном мире. И все это есть. Другой вопрос, что, конечно, нужно продолжать развиваться, но тут мне не отнять этого. Я всегда самокритично очень отношусь к себе и стараюсь достигать больше. Мне кажется, что в этом и есть жизнь, в движении. Ну а помогает двигаться вперед мне музыка и близкие люди. Ну такие серьезные цели, как вокальная школа, студия и клип песни, первые записанные в студии, профессиональные, красивые, свои собственные, я уже сделала. Теперь я хотела бы это все реализовать в один единый четкий проект. Я сейчас работаю над своим сайтом. То есть все это структурировать, что вот он готовый конечный продукт. И уже полноценно показывать эту миру. То есть вот есть именно проект Ларисы Вербалицкая. Он уже есть. Но сейчас он все равно в каком-то смысле собирается в одно единое целое. Ну, в первую очередь, конечно, это запись альбома. То есть есть уже несколько песен, которые у меня записаны. Есть песни, которые готовы, но только в таком устном, скажем, мысленном, в голове. И я хотела бы их доделать, сделать все это в одном едином стиле и выпустить, чтобы люди уже могли так скачать, оп, и слушать мои песни. Надеюсь, вдохновляться и радоваться жизни. Отпусти меня, пускай меня, просто прижми к груди и уходи. На мне по пути и не спаси этой странной любви. Не покидай меня в слово, отдай себя и удали. Все удали сколько раз. Мы обрывали нас, думая, это последний раз. Нам бы понять себя, но и цвет твоих грешных глаз. Мне за тобой идти и взвыкнуть, идти и разлюбить. Душу отдалить. Между нами греш, между нами боль, ты ее взорвай, сердце не открой. Между нами боль, след за нами ложь. Если струны рожь, значит, без меня уйдешь. Сохрани в памяти каждой вдоль это большой урок вы нам двоим. На ней у меня сердце нашу волшебную нить. Звуки чая, я тебя печально полюбив, душу отдалить. Между нами строжь, между нами боль, ты ее взорвай, сердце не открой. Между нами боль, след за нами ладь. Если струны рожь, значит, без меня позови, я пойду за тобой вдали. Наш донатоги-донки, я пойду за тобой вдали. А мне боль, не я сердце, а про като ай. Дежды нами трожь, дежды нами боль, дежды нами трожь, Прошу между нами любовь. Набрано, отобрано при помощи кастинга 101 эксперт. И я попала в это число прекрасных людей. То есть там были достаточно серьезные и продюсеры, и музыканты, и певцы. Но вот как-то так прошла я кастинг, обратилась, собственно, в Останкино. И мне перезвонили и сказали, что да, вы в проекте. Прекрасно. Я думаю, боже мой, что происходит. Ну, были съемки. В один съемочный день мы снимали две передачи, две программы. И потом вышло в итоге восемь программ, если не ошибаюсь, или десять. И они шли всю весну и всю лето по Первому каналу в топовое время пятница-вечер. У нас, экспертов, была задача путем голосования, то есть у нас была синяя кнопочка и красная, выбрать ту или иную команду, которая пройдет далее. Это были и группы, и сольные исполнители в совершенно разных направлениях вокальных. Все были исключительно вокалисты, то есть вокальный конкурс. И таким образом мы отбирали одного единственного победителя. Победителем стала Арагда Ханиева. Она уже до этого побеждала в «Голос дети», если не ошибаюсь, второй или третий сезон. Достойная девочка. Мне показалось, что конкурс был честным, и что, в принципе, наши голосования соответствовали. Ничего не куплено, да. Абсолютно все искренне. Действительно, были очень талантливые люди. Я познакомилась с очень многими продюсерами, деятелями искусства. То есть мы все дружим, мы все поддерживаем связь, приглашаем друг друга на мероприятие. Это, в первую очередь, именно такой опыт. Ну и, конечно же, как статус в каком-то смысле. Теперь я, получается, эксперт шоу на Первом канале. И это очень приятно. Сегодня наша героиня мечтает только об одном – выпустить свой первый сольный альбом. Записывать новые песни, снимать видеоклипы и дарить поклонникам музыку своей души. Лариса Верболицкая своим трудом каждый день прокладывает себе дорогу к заветной мечте. И, глядя на нее, понимая, что все обязательно получится. Главное – верить в себя, свои силы. И, несмотря ни на какие трудности, идти только вперед. Планирую уйти в сольное, но и студия, безусловно, это очень для меня важно. Но студия и сольное исполнительство – это, конечно, немного разные вещи. Не могу сказать, что я в одном чем-то готова себя реализовывать. Потому что организаторская деятельность – это, конечно, здорово. Это одно, это очень много требует усилий. Возможно, не так быстро чувствуешь отдачу. Но в целом это глобально. А сольное исполнительство – все воспринимают это по-разному. Кто-то думает, ну, поет и поет, да. Кому-то трогают мои песни. Кто-то там комментирует, говорит, что вот эта песня помогла мне найти свое решение в сложной жизненной ситуации. Такие случаи тоже были. Да, и хотелось бы, безусловно, развиваться и в том, и в том направлении. Ну, работа в кампусе – это пока вопрос открытый. Как дальше будет развиваться именно это направление? Просто очень сложно все успеть. Хотелось бы заниматься все-таки своим делом. И в том числе и пение, и организаторские способности раскрывать вот в студии. Как говорили классики, что все-таки нужно 1% таланта и 99% трудоспособности. Но, опять же, это подходит не всем. Есть люди, которые настолько талантливы, настолько удачливы и успешны в принципе по жизни, что им, наверное, вот может быть… Ну, не знаю, я считаю, что нужно всем трудиться, но, возможно, это не всем подходит. Это мой секрет успеха. Каждый день я встаю. Ну, но, безусловно, это не какое-то тяжелое такое состояние, что вот я встала. Нет, я просто люблю жизнь. Я люблю свое дело, люблю музыку, людей, которые меня окружают. И каждое утро я встаю, делаю свое дело с удовольствием. И как-то вот это и есть движение. То, что мне нравится, то, что я делаю. Ну, и, конечно же, приходится очень много трудиться, себя организовывать. У меня есть один такой секрет. Я считаю, что очень много людям по жизни мешают мысли лишние. Нужно вот эти уметь лишние мысли отсекать. Если ты встаешь утром и думаешь, так, нужно сегодня куда-то поехать, а этого делать не хочется, или пойти. Нужно просто не думать ни о чем, встать, а пойти и сделать. То же самое касается пробежек и прочих таких сложных вещей, когда сложно с собой договориться. Нужно просто встать и сделать. И не стараться себе допустить в голове вот эти лишние мысли. Вообще само воспитание — это основа человека. Ну и любовь к жизни. Сегодня для меня музыка, как и всегда, это в первую очередь профессиональное увлечение. Я даже не могу назвать это работой. Вот это для меня все-таки профессия, но профессиональное увлечение. Я бесконечно увлечена музыкой. Это и моя любовь, это моя жизнь, это способ самовыражения. Мне кажется, что я и мир, то есть вот как две такие субстанции, а между нами вот эта ниточка, эта музыка во всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!